вот этот край стал повышенного трения с преднатягиванием видите юбка шестерни покажется что возможно спасибо огромное вам мои подписчики за то что вы верите в меня пишите комментарии ставите лайки для меня это очень важно спасибо друзья прежде чем смотреть этот ролик я мог вам всей правда не показать так как мой канал показывает только правду поэтому покажу вам полностью с косяками при установке в чем фишка если вы досмотрите до конца вы обо всем поймете при установке дифференциала повышенного трения у нас были небольшие косяки на что мы связались с производителями авт указали на эти нюансы и они оперативно в своей проектной документации исправили в дальнейшем когда самоблоки выйдут на рынок уже свободную продажу то есть этого уже не будет напоминаю и этот самоблок пришел мне на тест их продажи пока нету все приятного просмотра здорово братья нивоводы сегодня что мы с вами делаем устанавливаем в разлаточную коробку автомобиля нивы дифференциал повышенного трения с преднатягом 2 килограмма от производителя авт хочу напомнить что на моем автомобиле в основном установлена продукция от производителя в это дифференциала повышенного трения переднем заднем мосту на 7,9 килограмм преднатяга и также установлены полуоси усиленные от производителя в это за что им большое большое спасибо и продукция реально хорошая где вы можете пройти по моей ссылочке заказать эту продукцию и по моему промокоду 007 оренбург вам будет там определенная скидочка и так сегодня мы с вами приехали в автоцентр пикап которые предложили к ним приехать установить дифференциал повышенного трения вот они мне в этом помогут то есть мы сейчас заезжаем снимаем раздатку разбираем смотрим что там произошло с ней за 26 тысяч километров езжу я не только по асфальту ноги как кто наблюдает то есть ну насилуем немножко машину насилуем честно скажу разберем раскидаем посмотрим куклу заводскую выкинем и поставим куклу от производителя в это заодно посмотрим подшипники там однорядные двухрядные будем менять не будем менять не знаю зальем все это масло все сейчас мы заезжаем в автоцентр пикап на установку коробку мы сняли это самые бесшумные рычаги которые мне присылали видео есть я устанавливал работают реально до помогает есть такое сейчас мы его разбираем и вот сюда в это место мы ставим сейчас вам покажу короче смотрите вот этот самоблок будем ставить в это место разберем посмотрим состояние подшипников 26000 пробега а вот смотрите помните мои в магазине с вами новую раздатку смотрели вот слушают слышно да это вот заводская исправная раздаточная коробка и вот это все трансмиссионные стуки вот эти все присутствуют вот поэтому сейчас мы все разберем ну и посмотрим и надеюсь у нас все получится и будет мне счастье но и вам заодно посмотрите решите для себя нужно вам это не нужно но хотя бы даже для того чтобы показать людям при замене подшипников при установке самоблока так как я до этого показывал что здесь люфта нет никакого в этой кукле есть люфт поэтому разбираем и смотрим что у нас там с вами получается а а а а итак смотрите разобрали раздаточную коробку вот на этом подшипники видно что или прокручивал то есть вот какой то то есть прокручивал наверное задиры какие то есть тут дюраль наверное ну да наверное есть а ну вот смотри буксового да да наверное так все подшипники в принципе вот посмотрели не шумят не гудят но мы все равно будем менять подшипники вот сама эта кукла которую мы вам вчера показывали магазине чугун металл вот вместо нее будем ставить дифференциал повышенного трения от производителя а вот и есть ли мы магазин решили применять подшипник вот этот вот заводской который есть если вам покажу видно не видно короче он в корпусе прокручивал вот пазы вот крышка вот видно что он прокручивался и вставляется он принципе легко туда вот от руки он вставляется и тем самым он прокручивает ну вот он падает туда видишь оборота здесь высокие мы съездили купили вот такой подшипник тоже в корпусе бесшумные как бы они называются вот смотрите это уже так не идет то есть нужно его запрессовать хотя размеры в принципе одинаковые или просаженные завода до вернее всего пришлось вот сколько 600 рублей а 650 рублей съездили купили подшипник поэтому когда разбираете что-либо двигатель раздатку знаете что половина запчастей вам нужно будет поменять пока все итак дифференциал повышенного трения ставим шестерню которую открутили от той куклы болты продули промыли и будем ставить их как называется да на лавр фиксатор резьбы который подвижный вот закручиваем устанавливаем фиксируем и в принципе все в обратном порядке начинаем собирать ну что смотрите все готово принципе зафиксировали шестерню сейчас подшипники и в корпус собираем мы решили поменять подшипники на закрытого типа двухрядные которые этот мы уберем заводской эти поставим на двух скалках вот этих у производителя вт тоже имеются усиленный они есть еще на 22 шлица есть на 24 шлица то есть если будете у производителя в это заказывать на эти нюансы обращайте внимание сняли подшипник который завода идет шуршит но кажется что возможно того что много подшипников здесь а так люфта нет ничего нету ну и как говорил эксперимент ставим хорошие подшипники посмотрим изменится ли это вообще что-либо или нет все детали помыли убрали герметик заводской все почистили все чистенько вот это вот очень правильный момент что нужно обязательно помыть потому что на грязные детали конечно не нужно собирать помыли все отлично вот видите пикап автоцентр как вы молодец здесь по этой крышке заводской подшипник который тоже будем менять закрытого типа слышно что работает с каким-то шок сумму сейчас поставим другой также покажу послушайте как он работает поменяли подшипники сюда вместо заводских послушайте как они работают их не слышно вот вам разница завод я ставлю вот такие подшипники это не реклама вы знаете надеюсь что будет потише собираем дальше заводской 9 шариков ставим усиленной тут и 10 шариков тем самым больше выдерживает нагрузки и поставим новый подшипник сразу заменим раздатку собираем нежно у нас когда так получилось все чисто нежно нравится как любимой жену да примерно у нас вот так вот ну да нюансов конечно здесь много ни разу не разбирал вот сейчас нахожусь присутствую здесь но принципе интересно много конечно зависит от подшипников этот гул конечно который стоит реально то что они даже вот 26 тысяч пробега пробежали и все шуршат или завода так они шуршат не знаю которые сейчас вот мы поставили подшипники опять же вот такой марки такой вот марки поставили но они не дешевые и сразу заметно что никаких шумов нету ну что нам осталось немножко дособирать установить и поедем уже на тесты покатаемся посмотрим как все это будет происходить у нас так смотрите раздатку собрали показываю вот он дифферсал повышенного трения стоит у нас какая проблема шестерня вот это вот упирается в корпус вот в корпус упирается здесь у нас зазор крышку ставишь он ее упирает и не знаем что делать позвонили на вт с генеральным пообщались с олегом говорят типа мы ставили проблем у нас не было вариант или края шестерни стачивать или сам самоблок протачивать но где это все делать тоже как говорится все это стоит денег и не знаем здесь тоже крышку собрали поначалу крышку вот это никто не подходила несколько миллиметров эту крышку сняли эту поджали то есть сейчас вот эта кукла у нас зажата все нормально то есть вот она крутится вот смотрите видите только все крутится как только крышку поставили туда прижалась все он у нас уперся не знаем что делать не знаем разобрали назад раздаточную коробку смотрите в чем проблема сейчас вам покажу вот он дифференциал повышенного трения видите трет шестерня если вот так вот посмотреть здесь юбка ниже здесь выше если бы вот этого бортика вот этого бортика не было бы все было бы классно то есть буквально миллиметр полтора-два наверное вот посмотрите не знаем что бы наверно болгарка стачивать и вот эти вот вот эта шестерня которая туда которая трет вот они видите белым тоже зубцы тоже убирать на она придется вот такой геморрой какое решение придумала автосервис пикап смотрите взяли сточили болгарочкой шлифанули вот так у нас получилось в принципе вот этот вот бугорок который был который нам мешал вроде мы как бы его убрали сейчас еще шестерню устойчив края чтобы не было зацепа так что попробуем посмотрим что у нас получится что у нас получилось шестерню смотрите вот этот край мы убрали болгаркой в принципе получилось ровненько красиво дифференциал тоже мы сточили то есть сейчас получается должен быть зазор и не не должно упираться шестерня дифференциал повышенного трения сейчас заново мы собираем большое спасибо и как бы свою благодарность выражаю автосервису и кап-центр молодцы ребята я уже отчаялся расстроился позвонили генеральному директору производства в этой с ними связались говорят что типа они ставили в них такой проблемы не было типа почему у вас так но не знаю я можете сказать что у нас руки кривые но все сделал у нас нормально и все мы сделали по-правильному единственное как я вам и показал что от заводского дифференциала и дифференциала автошного у заводского юбка больше то есть вот эта шестерня она проваливается а вот и снова она упирается вот и весь базар нет нет сейчас у нас все получилось здесь поджато здесь поджато и у нас получился завзор на порой теперь крутится вот так нам длина будет но все равно зазор очень маленький сейчас не задевает но сточили это прилично и зуб сточили и сам корпус сточили друзья смотрите на всех раздаточную коробку собрали корпус проточили шестерню углы сточили сейчас у нас все совпадает все работает все крутится люфтов никаких нету подшипники новые стоят в принципе рычаги все на место сейчас масло зальем и на установку установили мы дифференциал повышенного трения сейчас покатался здесь вот по двору покатался ну первое впечатление первое впечатление да никаких впечатлений ничего такого не было единственное знаете дифференциал когда заблокировал по-другому как-то мне кажется распределение нагрузки на колеса стало но это мои субъективные субъективное мнение все спасибо прям вот большое спасибо пикап автоцентр подошли ну нормально то есть проблема там и вы точно и есть то что маленькое расстояние вот не плюнули ничего решили подточили связались с автошниками все подделали все у нас получилось нормально так что теперь только тесты тесты покажут стоит он нам его вообще ставить или не стоит давайте пока не забудьте подписаться поставить лайк поделиться видео и написать комментарий все пока а ну